И всё, привет, ребят! С вами Стрыванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящён разговорному событию, который у нас всегда появляется в четверг. Сегодня у нас определённые новые обновления в большом довольно-таки количестве. И пройдёмся, обсудим всё это, как всегда, вместе с вами. Мне, с одной стороны, есть что вам определённо рассказать, с другой стороны, всё, как всегда, у нас, ну, какие-то моменты повторяются, какие-то дефолтные вещи, да, но и есть то, на чём мы сегодня заострим своё внимание. Начинаем с ультра-викендика. Дефолтный, ну, практически дефолтный ультра-викенд продлится 3 дня, добавлен у нас ультра-контейнер, и в этих ультра-контейнерах у нас уже есть новинка в виде ховер-танка паладина, да. То есть, я уже, ну, и на стримах, да, и так, в принципе, все те ребята, которые играют в игру, видели, что уже тестеры, ютуберы катают на этих корпусах, то есть, соответственно, это уже значит, что в закрытом доступе, а именно в ультра-контейнерах, в скором времени должен был появиться паладин, и завтра он уже полноценно будет в ультра-контейнерах. Ну, и ко всему прочему, у нас есть, ну, coinbox, это понятное дело, специальные миссии, 7 ультра-контов можно зафармить, заданки довольно простые, да, по 100 танков уничтожить на разных корпусах, и набить 10 тысяч очков в любых матчмейкинговых битвах. За все и про все, можно поднять 5 обычных контов, 7 ультра-контов, и все это дело будет с пятницы по воскресенье, то есть, ну, довольно легко можно все выполнить. Ко всему прочему, добавлены у нас спецпаки 250 ультра-контов, если в прошлый раз было 300, то здесь всего лишь 250, но при этом есть какие-то краски и плюс разблокировка слота для модулей. Ну, кому-то может быть это надо, кому-то не надо. Ну, и понятное дело, что двойные фонды и опыт у нас в игре также завтра полноценненько появляется. Дальше. Обновление клановой системы. Это то обновление, которое лично я ждал, но ждал я его с точки зрения того, что они бы сделали не только там какие-то расширения, но и определенные задания, о которых раньше тоже говорили, но, к сожалению, их пока что нету, поэтому, ну, здесь довольно все примитивно и, ну, дефолтно, дефолтно, да, то есть, по сути, они ввели только начальный этап и тот этап, который им, я имею в виду именно разработчикам, интересен, да, то есть, все зациклено на танкоинах, да, и на каком-то их заработке со всех этих вещей. То есть, стоимость смены главы 3000 танкоинов, изменить название клана 1500, изменить тег клана 1500, стоимость каждого дополнительного слота, то есть, вы можете сделать теперь здоровенный клан, но за каждое место вы просто должны по 500 танкоинов заплатить. То есть, ну, я все-таки ожидал, что там будут какие-то еще дополнительные функции, надеюсь, что они в скором будущем появятся. А пока только тут какие-то определенные моменты появились, по типу смены главы, по типу изменения названия клана, изменения тега, ну, и то, что теперь вы можете полноценно сделать огромнейший клан, но за каждое место вам нужно платить по 500 танкоинов. Я уверен и знаю, что есть те ребята, которые будут увеличивать свой клан, покупая эти дополнительные места, ну, их не так много. Их не так много, но будет, да, то есть, это определенная дополнительная, еще одна хорошая варочка для разработчиков. Как-то так. Одно из самых интересных вещей. Список обновлений. Где у нас появилась информация, во-первых, о паладине, о том, что он появляется, о том, что здесь с кланами все эти изменения произошли, то, что появились там дополнительные кнопки, ну, и здесь уже пошли изменения пушками и корпусами. И когда я вот видел вот этот вот огромнейший лист, пока я не прочитал, я просто видел, да, я так сижу и думаю, блин, хоть бы там что-нибудь не занерфили, то, что не надо, да, но как бы размер большой, кажется, уже там какие-то большие изменения, но, по сути, здесь таких уж огромнейших никаких изменений нету, да. То есть, на смоке максимальный угол для рикошета, снаряда, да, уменьшили там 75 градусов до 72, то есть, по сути, ну, это вообще как бы не обновление. На гауссе исправленная ошибка, приводящая к отсутствию урону, то есть, то теперь полноценно как бы урончик будет проходить с Викингом, Хантером, Крусейдером. Изменения то, что теперь МК модификация, МК-1 модификация, там, доступно с каких-то определенных званий, да, то есть, например, Викинг по умолчанию вообще дается, да. Паладина скорость снизили с 7,7 до... 7,7,9,5 до 7,9, то есть, скорость поменьше сделали, заблокирована возможность получать заряд овердрайва от очков во время действия овердрайва. Да, это, в принципе, логично, что это будет сделано, хотя, по сути, сейчас у нас только закрытый доступ, и на закрытом доступе уже все это дело блокировать. Я бы сказал, что это довольно-таки рано, да, то есть, это можно было бы не делать пока что, чтобы игроки бы сами там покатали чуть получше, пофармили, ну, не знаю, короче. Можно было это, в принципе, и не делать. Корпус Орес, ускорение корпуса увеличено, и здесь еще также сказано о том, что помимо Ореса, все тяжелые корпуса теперь составляют определенную скорость. Она, то есть, скорость Титана, например, Ореса, замедлена до скорости Мамонта, и теперь, по сути, эти все корпусы ездят с одинаковой скоростью. Ну, как я понял. Ну, и есть одно интересное изменение с Джиггернаутом, то, что теперь пушка наносит двойной критический урон, вероятность его всего лишь один процент, но если, например, у вас есть в команде тот же условный диктатор, который раздает овердрайв, дает критический урон, то вы можете с этого крита неплохо покидать по противнику. И также обновлены цены в некоторых регионах. И я надеюсь, ну, здесь, конечно же, не пишут никакие регионы, но я надеюсь, что это, возможно, даже связано с Европой, может быть, даже и с другими странами, тоже СНГ. И я, скорее всего, думаю, что это все пытаются подровнять под российские цены. Если это так, то это будет очень и очень круто и достойно. Ну и здесь новый корпус Паладин, по сути, я по нему уже пробежался, здесь все его характеристики. Ну, кто смотрел обзор, тот, я думаю, что все эти моменты уже знает, и здесь уже ничего особо говорить не надо, просто как бы инфа о том, что данный корпус находится уже в равном доступе с завтрашнего дня, и с ультраконтейнеров его можно полноценно выбить. Мое мнение по корпусу это нереальнейший жесткий саппорт корпус, который в команде, в группе очень крут. Прям очень крут. Возможно, в соло при игре он не будет вам так жестко окупаться, и не будет давать возможность заработка прям большого количества очков, но корпус, который будет играть на команду, играть в группе, он очень полезен, и осады, например, это просто лучший режим, я уже записал. Еще один видеоролик с этим замечательным корпусом, я думаю, что в ближайшее время он тоже выйдет у нас на канале. Поэтому как-то так, какие-то такие у нас сегодня новости, по сути, кажется, что новостей очень много, но есть большое количество моментов, которые можно очень быстро вам рассказать, и есть моменты, на которые вообще, по сути, нет смысла акцентировать свое внимание. То есть как-то так, пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, что вы думаете по поводу нового корпуса, по поводу ультра-викенда в целом, ну и поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, у нас еще вдруг не подписаны, также можете написать, что вы думаете по поводу клановой системы. У меня есть пару-тройку идей, и возможно в ближайшее время, либо в видосе, либо на стриме, я эти все мысли вам расскажу. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.